Хе, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова, меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет старая добрая распаковка косметики и ухода из сифоры. Как вы, наверное, уже знаете, каждый раз, когда в сифоре происходит эта глобальная распродажа, как правило, она происходит примерно, я думаю, три раза в год, если не больше, и именно в этот период вы можете прикупить что-то, что вы давно хотели, или пробовать что-то, что вы давно хотели, также со скидкой, со скидкой. Понятное дело, чем вы больше тратите в сифоре за год, тем больше будет ваша скидка. Самая большая скидка, а именно 20%, достается тем, у кого имеется руж статус в сифоре, самая маленькая скидка, мне кажется, около 10% достается статусу в ВИБИ, и так как я трачу много денег в сифоре, естественно, у меня была скидка 20%, и, знаете, грех было не воспользоваться этим предложением, хоть я изначально и не даже думала, что что-то мне нужно, а как оказалось, у меня накрепился такой списочек того, что я хотела попробовать, и чем я хотела бы пополнить свою коллекцию косметики, а пополнить ее, как оказалось, есть чем, честно. Мне уже не терпится показать вам мою посылку с тем, что же я прикупила в сифоре. Итак, первое, что я взяла, над чем я долго думала, вот прям честно, у меня в корзине было два крема. Первый крем у меня был от Glow Recipe, и в креме от Glow Recipe имеются аха-кислоты, в этом креме от Sol de Janeiro тоже имеются аха-кислоты. Я долго не могла понять, что лучше, что хуже, потому что здесь мы получаем чуть меньше миллилитров, чем в Glow Recipe. Я знаю аромат Glow Recipe, он прекрасно, прекрасно пахнет, но мне показалось, что арбуз может быть немножко специфическим, да, поэтому решила взять проверенный Sol de Janeiro с новым ароматом, с которым они вышли недавно. Аромат этот меня привлек. Сложно не купить его, потому что, как правило, все, с чем выходит Sol de Janeiro, пахнет очень вкусно. Знаете что, давайте его просто откроем и понюхаем, а потом уже прочитаем, какие ноты там должны чувствоваться. В комментариях писали, что крем пахнет очень дешево, надеюсь, он так не пахнет. Вы знаете, интересный аромат, я бы сказала, что он такой восточный, восточный аромат, я определенно чувствую ваниль, я чувствую что-то пряное. Я не могу сказать, что он как-то дешево пахнет, потому что пахнет он прилично, этот крем. Если вы любите пряный аромат, знаете, мне напоминает этот крем, какой-то парфюм, который у меня уже был из люксового сегмента, я не пойму какой, но напоминает. Очень интересный аромат, чуть более смелый, чем их обычный аромат, в общем, универсальный, с которым они и вышли. Давайте же почитаем, что мы должны почувствовать в этом аромате. Первое, это черная амбровая слива, сложно сказать, чувствуется она или нет, но определенно ваниль чувствуется и жасмин я не почувствовала. Гораздо более я чувствую пряность, но тем не менее, крем, как мне кажется, понравится тем, кто любит исследовать новые ароматы. Опять же, если вы любите пряные ароматы, то он вам понравится. Я взяла вот такое мыло для своих спонжей, вы знаете, хоть это и звучит странно, типа, зачем покупать мыло для спонжей, можно помыть спонжи чем угодно, но нет ничего лучше мыла, которое изобретено теми, кто изобрел спонжи. Я решила взять его в черном дизайне, почему? Потому что именно в этом черном дизайне у нас в составе имеется уголь. Пахнет очень вкусно, я переживала, что оно будет пахнуть как-то странно, я бы сказала, это обычный запах какого-то мыла, больше пахнет как хозяйственное, но при этом это мыло идеально, идеально очищает ваши спонжи, как вот они как новые выглядят, я бы сказала так. Далее, я приобрела что-то для своего мужа, потому что он противится использовать солнцезащитные крема, и я как-то не находила какого-то хорошего-хорошего крема в магазинах. И я увидела на Сифоре этот крем солнцезащитный для мужчин. В этом креме мы видим SPF 45, что просто потрясающее, что самое классное, он водостойкий в течение 80 минут. Отзыв на него просто потрясающий, многие говорят, что даже в самых солнечных штатах, где вот прям солнце палящее, этот крем это то, что спасает очень многих мужчин. Ребят, если вы сейчас видите вот там что-то, лапу, это мой кот. Он спит на вот только что сооруженной полочке, я, кстати, сделала новый бэгрэнд, и ему там очень нравится. Нет ничего лучше, чем купить продукты для бровей, когда или в Сифоре, или в Алте, или в любом торговом ритейлере имеется распродажа. Я не удержалась, и я приобрела два продукта для бровей. Первый из них это новинка от Charlotte Tilbury и ее Brow Cheat Micro Precision Brow Pencil в оттенке Soft Brown, естественно, Soft Brown. Мне показалось, что у меня не так много продуктов для бровей, которые прям по-настоящему светло-коричневые, или которые по-настоящему дополняют цвет моих волос. Первое, что я чувствую и вижу, это насколько люксово, лухарно выглядит упаковка этого карандаша. Обычно карандаши, они у нас пластмассовые, не этот от Charlotte Tilbury. Это смотрится как настоящий такой мягкий коричневый цвет. Я рада, что я взяла его, особенно на распродаже. Почему нет? Здорово, попробуем его в одном из следующих видео. И второй продукт для бровей от Cosas, называется он Air Brow Fluff and Whole Treatment Gel. И мне кажется, именно этот запуск от Cosas показал то, что Cosas очень даже таки уникальный бренд в том, с каким дизайном они выходят. Я взяла этот гель в оттенке Soft Brown, опять же. Как же это красиво выглядит. Это выглядит как, я не знаю, дизайн из будущего. Еще пока я ни разу не видела, что продукт для бровей выглядел настолько необычно и интересно. Вот именно гель для бровей, он выглядит прям наиболее уникально. Кстати, по отзывам, карандаш для бровей от Cosas, он слишком сухой. Очень многие люди сказали, что да, дизайн это классно, но сам продукт не очень. Мне интересуется уже попробовать этот продукт, потому что сейчас брови для меня это что-то, чем я уделяю чуть больше внимания, чем я делала это раньше. Далее, я не могла пройти мимо этой основы от Sephora. Когда я читала комментарии к этому тону от Sephora, там было написано, что все деньги, которые вы отдаете за этот тон, а именно, по-моему, 15 или 20 долларов, сейчас я уточню, 20 долларов. Это потрясающий продукт. Почему? Он сделан во Франции. Не так часто вы можете купить продукт, который сделан во Франции за 20 долларов. Именно поэтому эта вещь популярна, и многие люди без ума от этого тона, потому что он делает все и даже больше, и уменьшает поры, и, в общем, делает так, что это как ваша кожа, только лучше. То есть, не зря он уже назван Best Skin Ever. И я взяла оттенок 11.5P. Это моя первая основа из Sephora Collection. И надо сказать, что вся продукция от Sephora Collection, она хороша, она неплоха. Опять же, потому что это все делается во Франции, и Франция это, конечно, качество, и это технологии, да? Поэтому, да, я взяла эту основу, и мы будем ее тестировать в одном из следующих видео. Я уже не могу ждать. Пришло время, наконец-то. Это бронзер от Gucci. Я все-таки решилась на этот продукт. Я очень долго думала, брать ли мне его или нет, вообще стоит ли это. Но после того, как я уже поняла, что я, наверное, хочу взять этот бронзер от Gucci, я начала исследовать цвета, потому что цветов у нас в этом бронзере всего лишь 5. И если вы смотрели обзоры, если вы заинтересованы были в этом продукте, то вы знаете, что выбрать оттенок это сложно, потому что, например, оттенок 03, который у нас medium, который якобы достаточно активный, Он, на самом деле, не такой темный, как, например, оттенок 02 из того, что предлагает нам Gucci. А оттенок же 1 выглядит суперсветло, и выглядит это так, как будто бы это будет невероятно светлым на коже, и нельзя будет ничего увидеть. Но я смотрела, наверное, не знаю, обзоров 5 точно, чтобы понять, какой оттенок я хочу взять. И после долгих обзоров, после долгих скитаний от одного бьюти-блогера к другому, я все-таки поняла для себя, что оттенок номер 01, это будет что-то, что подойдет мне лучше всего. Этот бронзер стоил у нас 62 доллара, и это мой первый продукт от Gucci. Самое первое, что бросается в глаза, это упаковка. Упаковка это то, что делает продукт этот, как и вся продукция от Gucci, это просто удовольствие. Вау, как это красиво смотрится. Надеюсь, вы можете почувствовать через экран, насколько люксово чувствуется продукт этот в руках. Я знаю, что не открываю никому Америку, показываю этот бронзер, но для меня это первый продукт от Gucci. Gucci, надеюсь, не последний, и поэтому я пытаюсь передать вам эти эмоции от того, что я держу в руках, это произведение искусства. Так выглядит этот бронзер под номером 01. Выглядит он хорошо, не могу сказать, что он выглядит суперсветлым. Вау, какой он мягкий, он как шелк. Пахнет он тоже очень вкусно, кстати, и давайте посмотрим на то, как он смотрится. Неплохой оттенок, мне кажется, он должен смотреться как раз таки идеально на моей коже. Очень хочется в это верить. Наверное, это будет мой первый тест, потому что мне было безумно интересно, насколько продукт этот оправдает свои ожидания. Хотя нет, у меня в принципе есть бронзер, я не думаю, что это будет актуально. Нет. Окей, не в этом видео 100%, потому что я вряд ли увижу, и вы вряд ли тоже увидите, что какая-то есть разница между нанесением этого бронзера или нет. Другой продукт от Charlotte Tilbury у нас это Hollywood Flawless Filter. Я давно очень слышала об этом продукте, много хороших отзывов. Я взяла оттенок Too Fair, и это мини-размер, так как большой размер этого продукта, он очень дорогой. Ну, сколько стоит долларов? Наверное, 46, если я не ошибаюсь. Я решила, что это будет гораздо лучшим вариантом. В принципе, он реально смотрится очень красиво, очень много блеска, видно сразу, это факт. Я не знаю, видно ли вам или нет. Можно поймать его сейчас с камерой, мне кажется. Так что постепенно моя коллекция обрастает продуктами, которые супер популярны у Charlotte Tilbury, потому что я поняла, что то, что так популярно у многих других бьюти-блогеров, я это даже не пробовала. И это немножко печально, да, поэтому постепенно, постепенно, просто в нетерпении пробовать этот продукт от Charlotte Tilbury. Далее, я взяла... О, другой продукт от Cosas, я забыла о нем. Это у нас консилер от Cosas, который называется Super Creamy Brightening Concealer. Я взяла оттенок 1.5C, как мне показалось, смотря на картинку, это было что-то наиболее подходящее к моему тону кожи. Cosas умеет делать красивого глядящего упаковки, который привлекает внимание. Приятно пахнет, кстати говоря. Насколько я поняла, этот консилер, он способен подсветить кожу вокруг глаз, и также в нем имеется большое количество ухаживающих компонентов. То есть это консилер, который, к тому же, имеет ухаживающие компоненты. К тому же, скоро приближается лето, хочется чего-то более легкого. И это всегда здорово и интересно, пробовать какие-то новые формулы у консилеров или тонов, особенно в лимироспадаже. У нас осталось не так много продуктов. Далее, рубрика «Уход за волосами». Я много слышала об этом бренде «Bumble and Bumble», в особенности от Марка Кауфмана. Он много говорил хорошего об этом продукте. И я подумала, что это время попробовать этот спрей. Основная причина, почему я его купила, это чтобы мои волосы не пушились. Отзывы на этот продукт были просто потрясающими. Люди поют оды этому праймеру. И я подумала, что это знак. Это знак, потому что я всегда ищу продукты для волос, которые бы сделали так, чтобы у меня волосы не пушились. Они у меня имеют тенденцию пушиться. Иногда даже плойка и фен не помогают против пушистости. Очень здорово пахнет. И говорят, что это сделает ваши волосы такими, как будто вы только вышли из салона красоты. Меня это подкупило. Здесь мы получаем 60 мл. И стоит он не очень дорого. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, маленький размер. И я очень надеюсь, что этот продукт сделает свое дело. Потому что очень надеюсь, что эти отзывы не были фейковыми. Потому что если вы смотрели видео до одного ютюбера, я не помню какого, но я оставлю в описании, наверное, ссылку. Она говорила, что в Сифоре очень большое количество фейковых отзывов. И всегда нужно внимательно смотреть, читать. Гораздо лучше иногда сортировать и смотреть именно на негативные отзывы. Вот тогда, скорее всего, можно понять, что это настоящие отзывы, а не подкупные. Итак, следующий продукт, который я взяла, который уже out of stock, то есть его уже нет в наличии. А очень печально, потому что это лимитированный бронзер от Nars в оттенке Laguna. Я как-то делена знала, что я очень хотела бы приобрести бронзер именно в кремовой формуле. Просто потому что у меня нет бронзеров в кремовой формуле. И очень, мне кажется, это неправильно, потому что сейчас такая эра кремовых всего. Кремовых теней, кремовых румян, в особенности и бронзеров, да. Бронзер от Charlotte Tilbury тогда был также out of stock. И потом он ненадолго вернулся, и потом опять он out of stock. Этот бронзер, как был out of stock, насколько я помню, так и он и сейчас. Итак, чем этот бронзер так привлек всех бьютиголиков? Это потому что оттенок Laguna, это просто идеальный оттенок бронзера. Он не рыжит, он выглядит так, как будто бы у вас лицо зацеловано солнцем. Или как будто бы очень хорошо загорели, я бы сказала так. И вот так выглядит упаковка, очень красиво и дорого смотрится. Мне нравится, как это чувствуется в руках так же. Это не чувствуется каким-то, знаете, дешевым бронзером. У нас всегда с упаковкой было все хорошо. И мне кажется, это будет идеальным оттенком, очень надеюсь на это, на лето. Когда, допустим, я загорю и говорят, что это смотрится супер естественно. Все комментарии, все комментарии к этому бронзеру, они положительные. Не так часто ты это видишь, на самом деле, на сифоре. Далее, последнее, что я купила давно, тут больше ничего нет. Это щипчики для ресниц. Как это банально, но все-таки я слышала очень-очень-очень-очень много хороших отзывов об этих щипчиках для ресниц от Shiseido. Я знаю, что другой бренд, как же называется, Shuimura тоже. Он есть на eStyle, кстати говоря. Shuimura, правда, нет на сифоре, насколько я помню. Его нет точно там. Эти щипчики для ресниц, как обещает нам описание, и как многие, кто покупал уже их, говорят, что это просто самое лучшее, что было произведено на рынке щипчиков для ресниц. Эти щипчики стоили у нас 22 доллара, и здесь также в наборе идет запасная часть. И мне кажется, что у меня не было вот таких щипчиков для ресниц, наверное, лет 5 точно, или даже больше. Я никогда не была большой фанаткой их, но я всегда вижу, когда кто-то делает туториал с макияжем, если человек использует щипчики для ресниц перед нанесением туши, это делает огромную разницу. Просто как будто бы у девушки там, например, накладные ресницы, а не настоящие. То есть я считаю это game changer, и мне очень нравится дизайн. Многие, кто оставляли отзывы, они сравнивали именно эти щипчики с другими. И именно благодаря тому, как сделана форма этих щипчиков, они делают свою работу гораздо лучше всех брендов, которые представлены на рынке. Дайте мне знать, ребята, если вы пробовали хоть раз щипчики для ресниц, если вы после этого раза поняли, что без них вы не можете, и они реально делают свое дело. Мне кажется, знаете, когда вот ты покупаешь что-то на сифоре, особенно в дни распродажи, ты думаешь, сколько много всего я купила, вау, надо же. Но по факту товары, они вот знаете, едва-едва занимают пол стола. Заплатила я, по-моему, за это все около 220 долларов. Тогда как если бы я покупала это все без скидки 20%, я заплатила бы за все это около 350 долларов. То есть разница, она очевидна. И сейчас я стала замечать также, что очень многие девушки выходят с видео о том, что вообще распродажа на сифоре это не так на самом деле круто, как это кажется. То есть скидку 20% вы можете получить на самом деле где угодно, на любом сайте, при регистрации. Все равно это объединяет людей, это реально объединяет людей. Потому что с момента того, как анонсировалась эта распродажа, просто только ленивый блогер не вышел, кто бы не сказал, что купить на сифоре, мои рекомендации, что не покупать. Потом там через, по-моему, два или три дня, что я купила на распродаже, что я советую опять, мои рекомендации. Иногда это просто кажется каждые несколько месяцев, вот один и тот же круг, что купить, потом что я купила. В Америке все очень любят шоппинг, и даже такая небольшая скидка, как 20%, это уже повод для того, чтобы заняться шоппингом в сифоре. В общем, дайте мне знать, ребят, что вы думаете о моем небольшом холле. Я надеюсь, что вам понравилось, что я приобрела, и в следующем видео мы попробуем всю эту косметику, и у нас уже будут первые впечатления с новой косметикой из сифоры. И на этом, ребят, я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятно, если вы лайкнете это видео, ставите комментарии, и подпишитесь на канал, если еще что-то вы не сделали. Если вы, конечно, этого хотите, если вам нравится мой контент, и вы чувствуете, что мы как бы на одной волне, когда вы смотрите мои видео. И да, ребят, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, и прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.